Николай Варкоч Описание путешествия в Москву Николая Варкоча, посла римского императора в 1593 году 22 июля вместе с другими служителями и спутниками Гев Варкоча, уехавшего в тот же день несколько прежде, поехал и я вслед за ним, первый день ехали до Гундефельта, город в Силезии, в Ратиславском округе, счет небольшую милю пути 23 того же месяца проезжали через Олесницу, Эльс, главный город Олесницкого княжества, принадлежащего Брауншвейскому дому, тоже в Ратиславском округе, и в полдень кормили в деревне Шаланке, сделали 4 мили А тут проезжали через Вартенберг, Вартенберг, окружной город там же, и ночевали в плохом городишке, сделали 4 мили 24 того же месяца в полумили от Прелина переправлялись через реку Просну, Пиаршаснер, где оканчивается Силезия и начинается Великая Польша, и останавливались в городе Верушове, у Ирчур, ехали 3 мили 24 того же месяца ночевали в Вилуне, порядочном каменном городке, сделали 5 миль 26 июля простояли там Сюда приехал к нам из Вильгельмсдорфа и Ге Посол Варкоч с другими своими придворными служителями и тотчас же послал своего дворецкого, Христофора Унруга, Ганса Френкенберга, своего сына и Ганса Рейнхарта Штейнбаха в крепость Ге Польскому старости Кновичу вежливо уведомить о себе в надлежащем письменном виде и потом требовать себе провожатых 27 июля Ге Николай Варкоч фон Нопшич из Вильгельмсдорфа, Варкоч, судя по его прозванию, был чех, так как это слово по-чешски звучит виаркаси, в польском уауэркач, церковнославян Вьеркач, и значит волоса, сплетенные вместе, коса Большая часть сопровождающих Варкоча также из чех А. А. Б., посол римского императорского величества, выехал в Москву из Вилуни со следующими лицами 1. Ганс Варкоч фон Нопшич, сын Г. посла 2. Христофор Унруг младший фон Гунерн, дворецкий 3. Г. Гейнрих фон Вальштейн, владелец Арнау, чеш Гастинни, в Чехии 4. Ганс Рейнгарт Штейнбах фон Штейнбах из Чехии 5. Реймун Кутман фон Шмольц из Германии 6. Стефан Гейс, хейс 7. Франц Варкоч из Вильгельмсдорфа, начальник кухни, кухмистер 8. Фридрих Крейшельвиц фон Дерструза 9. Павел Бенедикт Бухальцер, конюшей 10. Ганс Сигмунд Гасловец из Гаслау в Чехии 11. Вячеслав Авлик из Бруно, чеш 11. Студницы и Капски 12. Соломон Петереский из Хити и Эгерберга в Чехии 13. Ганс Зигель из Восквича 14. Павел Истель из Фрейбурга, аптекарь 15. Герман Лейхтер из Козеля 16. Андрей Гартрумф из Львова 17. Бернгард Стромбергер, цирюльник 18. Михаил Ширмер из Лейпцига 19. Матвей Вассерман из Праги 20. Ганс Полей, комнатный служитель 21. Павел Гейман из Аншпаха, слуга 22. Антоний Грезинг, придворный портной 23. Юрий Лёб, служитель Ге Дворецкого 24. Андрей Берг Смотрители за платьем, гардеробщики 25. Лоренц Линкс 26. Томас Либальд, оружейник 27. 28. 29. Трое служителей при повозках 30. Маркс Шепкельс, повар 25. Г. Посол с сыном и почетными молодыми дворянами остались в Миловиче у одной знатной особы дворянского сословия, а мы все поехали на ночлег в Кморинг, большую деревню, сделав трех мили. 28 июля мы простояли там, пока не воротился к нам Ге. 26. Посол Один тамошний дворянин позвал к себе в гости меня и аптекаря Штейнбаха, которого все мы выдавали за нашего лекаря и подарил всему обществу бочку пива. 29 числа завтракали в деревне Марчини, отъехали четыре мили. А ночевали в городе Лютемирске, Луитермерк, это местечко в Петровской губернии в Польше, сделав четыре мили. 30 июля завтракали в городе Сгержа, Скирец, местечко в той же губернии, сделали четыре мили. Ночевали в городе Гласне, Гласн, там же, после четырех миль пути. 31 того же месяца завтракали в Ловиче, в Варшавской губернии, лежащем при реке Бзуре. Здесь прибывает архиепископ Штемил Карнковский, тут же и оканчивается Великая Польша и начинается Мазовия, Мзун. Вечером того же дня мы прибыли в город Сохачев, Сохачев в Варшав. Губ. Найр, Бзуре, в котором живет много жидов, а лежит он тоже на реке Бзуре, Цура. 1 августа завтракали в Блоне, Планир, Блоне, красивый город, в той же губернии, проехав четыре мили. Вечером прибыли в Варшаву, главный город Мазовии, где находился в то время король Сигизмунд. Это довольно большой город и весь населен немецкими купцами, а лежит на очень большой и судоходной реке, называемой Висла, Уиксел, через которую мост в 1209 шагов длины. 2 августа Г. Посол ездил в замок и представлялся его королевскому величеству, у которого в покое была такая невероятная теснота, что негде и пошевельнуться. Там его королевское величество в прибавку к прежним провожатым г. Посла велел дать еще одного. 3 августа король с королевой рано уехали в Ислой на семь судах, кроме тех, что отправлены были вперед, а за ним 200 гайдуков. В тот же день и мы выехали в Вильну в семи колясках, из которых четырех взяли мы из Гданьска, да еще на два татарских телегах и с двенадцатью вершниками впереди, и доехали в день до городка Радзимина, речь ним, сделав четыре мили. 4 августа кормили в городке Каменчики, Каменис, тут впадает в Вислу судоходная река Бук, Бок, известная река Западный Бук, сделали шесть миль. На одном берегу реки кончается Мазовия, а на другом начинается княжество Подляшское, Патрлэши. Ночевали в деревне Баримбе, Бауремба, отъехав две мили. Пять того же месяца после трех миль пути завтракали в острове, в прежней августовской губернии, чистеньком городке, а ночевали в деревне Сунафе, Сунов, сделав трех мили. Шесть того же месяца, отъехав еще две мили, завтракали в городке Замброви, с Кимра, в августов. Губернии, а ночевали в деревне Менженини, Маншермнир, сделав три мили. Семь того же месяца завтракали в Текоцине, город той же Август. Губернии, маленьком городке. В нем живет много жидов, а лежит он на судоходной реке Нареве, Норна, известная река Нарев, текущая в западный Бук только что перейдешь мост, тотчас же литовская граница, и почти в двух ружейных выстрелах от города Королевская крепость, в которой, говорят, до настоящего времени прежние польские короли хранили свою казну, потому что это такая сильная крепость, отчасти ее обтекает река Нарев, а кругом все болото, так что пробраться туда нелегко. Сделали мы трех мили. Ночевали в городе Кнышини, местечко Гродненской губернии, а при нем тоже деревянный королевский замок, в котором обыкновенно проживал король Сигизмунд Август, да там же и умер. Восьмого августа ехали мы целые восемь миль лесом, который называется Кнышинским. В нем кормили на половине дороги, а ночевали за ним, в деревне Соколке, местечко той же губернии. Отъехали восемь миль. Девять того же месяца, отъехав две мили, кормили в местечке кузницы, Кущинис, местечко там же. На ночь остались в городне Крате-Энаур. Это королевский город, при котором есть хорошо выстроенный королевский замок, с королевскими покоями, частью совсем убранными, покойный король Стефан обыкновенно проживал там и в одной из тамошних комнат умер. Этот город лежит на судоходной реке Немини, Номин. Мы сделали трех мили. Десятого августа простояли там же. Одиннадцатого августа, сделав две мили, завтракали в Гоже, Аушо, Гродненского уезда, небольшом городке на реке Немини. На ночь останавливались в городке Ротницы, Ротнис, деревенька Троцкого уезда Веленской губернии, отъехав четыре мили. Двенадцать того же месяца завтракали в Меричи, местечко Мерич и Алита на Немини, замечательные переправы Наполеона Айго в 1812 году, Троцкого уезда Веленской губернии. Этот городок лежит на двух реках, Аранске, Эргауречь и Немини, и при нем впадает река Мерич в Немин. Сделали четыре мили. Здесь Г. Посол поспешно отправил конюшево с королевскими пропускными видами девяти в Крыжаной, Крисане, к Веленскому воеводе Г. Христофору Радзивиллу, Руцзувел, с приказанием уведомить его о себе по этим письменным видам и потом потребовать провожатых. Ночевали в Прелое, Пиаршали, село Веленской губернии, городе на уже упомянутой реке Меричи. Ехали три мили. Тринадцатого того же месяца завтракали в корчме в Уайтере, Уайтер тут всего только и есть, что сама корчма, до четыре или пять домов, сделали четырех одна вторая мили. Ночевали в корчме Велькове, там едва только пять домов, и нельзя было достать ни куска хлеба, мы должны были на ночь растянуться на свиных щетинах, да и тех было не очень много. Сделали две мили. Сюда на рассвете вернулся к нам конюшей и донес Г. послу об исправлении своего дела. Четырнадцатого августа кормили в Вацке, у Екр — это большая деревня, по рассказам, будто бы три мили в длину, и в ней живут одни татары. Через всю деревню протекает река Вацка, река Вацка, текущее в озеро Попис, Виленского уезда, о которой много бы можно сказать. Сделали трех мили. На ночь приехали в Вильну, в подлиннике Уайлд. Это немецкое название для Вильны, иначе Уилдр, которое, по мнению Шафарика, есть не что иное, как Уилдр-Берег, город Вилетов, как Уайнетр-Венецкий, Тее — славянский город. А западные или поморские велеты назывались у немцев Уиллидр, покоем и самое Балтийское море слыло Уилдэймор. Велеты же, Уиллиди, Уайлди, Уилти, старину жили в окрестностях Вильны до самого моря. Сэмэ, славянские древности, в Русск. Перевточка, том 2, Каэн. Это город большой, обнесенный обводной стеной, ведет обширную торговлю с Москвой, Ливонией, Пруссией, Россией и прочее. Там же есть хорошо выстроенный королевский замок. Этот город лежит на реках Вильни и Виллии, Вильна, меньшая, обтекает замок, при котором и впадает в судоходную Виллию. Отсюда Ганс Крамер и Мельхиор Цыпфер со слугами тоже поехали с нами в Москву. В Вильне есть несколько русских церквей. Тамошние женщины не смеют входить в церковь на другой день после сообщения, по учению их веры, а должны стоять перед дверью, со всем тем молятся очень прилежно и исправляют обряды, как и находящиеся внутри церкви. 17 августа господин посол поехал в замок к подстарости Николаю Яновичу показать и дать ему выслушать королевскую пропускную грамоту. В замке по обеим сторонам стояли 60 гайдуков, одетых в синее платье, с ружьями, между коими надо было проезжать. Вечером 19 числа мы выехали из Вильны в трех колясках, в восьми татарских телегах и с двумя передовыми вершниками, а на ночлег прибыли в корчму Шаренстатели, Шаренстатли, сделав две мили. 20 августа кормили в Корчмеце в Наве, Севне-Ве-Эр, проехав семь миль, ночевали же в городке Сморгоне, Шмергоун, Сморгонь, местечко Ашмянского уезда, где Наполеон I бросил остатки своего войска в 1812 году и уехал во Францию, после трех миль пути. 21 августа кормили в городке Лебедеве, Лейбиншовр, Веленского уезда, сделав трех мили. На ночь останавливались в городке Молодечни, Мердерсеймр, там же, местечко, при котором есть порядочный деревянный замок, город же лежит на болоте. Проехали две мили. 22-го, сделав две мили, проезжали городком Красное село, Кросноскрур, деревня, там же. Кормили в Радашковичах, Рядашковиц, там же, местечко, где кончается Литовское княжество и начинается Россия, и на несколько миль идет высокая гора. Сделав две мили, ночевали в Вишидах, у Эйскэди, это плохая корчма в лесу. Сделали трех мили. 23 августа кормили в Логойске, Лойхаскар, Логойск, местечко Борисовского уезда Минской губернии, у одного жида. Логойск город с плохой деревянной крепостью и лежит на реке Гайни, Хайна, Гайнае, речка, текущая в Березину, в том же уезде. Сделали пять миль. На ночь останавливались в Юриве, Джуевр, Юрива, село того же уезда, на Эр-Усяже, городке, лежащем на реке Усяже, Ксэше. Отъехали трех мили. 24-го того же месяца кормили в лесу при одной речке, сделав трех мили. Впрочем, останавливались в Борисове, Марюшан, довольно обширном городе, но с очень маленькими зданиями, как и обычно в Польше и Литве, близ него довольно большой замок, весь выстроенный из дерева. Город лежит на порядочной судоходной реке Березине, у Аурсинр. Сделали две мили. Здесь начинается большая дикая пустыня и лес на многие мили пути. 25-го того же месяца ехали в одну кормешку, дорога придурная, ночевали в лесу при какой-то реке, разбив палатки, а иные поставили себе шалаши из листьев. Сделали пять миль. 26-го кормили в Наче, Нарчаур, это деревня Нача, Борисовского уезда, на большой дороге в Смоленск. Этот город лежит на реке Наче и в совершенной пустыне. Отъехали трех мили. Город выстроен только девять лет назад и получил название от реки. Так как, к несчастью, кругом все разорено, вероятно, по случаю войны Ивана Васильевича Грозного с поляками, то, чтобы люди имели причину селиться там, король Стефан XII дал этому месту льготу на 20 лет, и именно такую, чтобы поселившиеся там жили свободно от всякой податей и службы. После того, как была дынг такая льгота, тотчас же нашлось много людей, которые настроили тут всего. С полной готовностью отправлялись туда купцы и ремесленники, заведена была там таможня, и в течение девяти лет выстроился и городок. Здесь господин посол отправил Ганса Крамера, Мельхиора Цепфера и меня, Стефана Гейса, вперед, в Москву, на Смоленск, с уведомлением о его приезде к тамошнему воеводе, чтобы, когда он приедет к границе, скорее и без промедления продолжать ему свой путь дальше. Так и поехали мы в тот же день на два телегах и сделали до Бобра, Бобы-РР, Бобер, местечко той же губернии и уезда, четыре мили. Этот городок лежит на реке того же названия, в нем много домов, в которых курит водку. Ночевали в гринном местечке Дришанки, Дрищанку, проехав две мили. Двадцать седьмого того же месяца, сделав шесть миль, кормили в деревне Придишни, Придишн. На ночь приехали в деревню Бы, Нов, после четырех одна вторая мили пути. Двадцать восьмого августа рано приехали в Оршу, уездный город Могилевской губ. Это очень обширный город, лежит на двух реках, Оршицы, Эрскезией и Днепре, Найпар, называемый иначе Борисфен, по которой идет много товаров в Смоленск и в Москву, там есть Королевский, впрочем деревянный, замок, который должно быть, значительная пограничная крепость и считается сильной, так как отчасти обнесена стеною, и с одной стороны омывается рекой Днепром, Найпар, а с другой Оршицей. Но строение и укрепление нельзя и сравнивать с подобными в Германии. В городе знатный староста из Литвы по имени Андрей Сапега, Сейпер. По приезде туда я тотчас же пошел к подстарости Яну Куплинскому, к Уплейсниске. Доложил ему о Гене после и показал пропускную грамоту Веленского воеводы, которую он удержал у себя и вскоре, по моему желанию, распорядился о помещении для Ге. Посла с его придворными, а меня и Геф Крамера снабдил проводником, который должен проводить нас до Смоленска. В тот же день мы и поехали дальше на трех телегах и ночевали в Дубровне, Дубровно, местечко Оршанского уезда Могилевской губернии, сделав четыре мили. Дубровно, город и в этом месте последняя пограничная крепость против москвитян. Город лежит на Днепре, а по другую сторону крепости протекает река Дубровица, Дуброцасинс. Эта крепость обширна в окружности, только вся деревянная. Тут тотчас же мы оповестили о себе через нашего проводника, ехавшего впереди, и нас пропустили свободно. 29 августа кормили в Ивановце, Иурн-Руиз, деревни, проехав четыре мили. После того, сделав трех мили, приехали мы на границу, где впадает в Днепр река Мерейка, Маурер. Река Мерея или Мерейка, впадающая в Днепр, составляет границу между Смоленской губернией и Белоруссией. При слиянии ее, сэр, свиной лежит город Красный, Смоленской губернии. С милю от границы прибыли мы в московскую деревню Васильевцы, у Аук-Хилоис, а ночевали в лесу, отъехав три мили. 30 августа выехали рано, кормили в лесу при реке, называемой Ухине, от Синр, сделали семь миль. Оттуда мы прибыли к Смоленску, отъехав четыре мили. Мы должны были остановиться с добрый переезд от города и заявить о себе воеводе, после того к нам были присланы какие-то люди. Я уведомила о приезде Г. посла и вручил от него письмо. Все хотели знать, в каком числе приедет Г. Посол, и когда мы это сказывали, кто-то такой записывал все от слова до слова. Тут они уехали от нас, а потом приставили к нам приставов, прислали пиво и водки, а вместо кушания дали денег. 31 августа я упорно требовал ответа, на реке или на сухом пути примут они у границы Г. посла. Об этом они не хотели мне сказать на словах, а вечером принесли одно письмо к Г. послу, а другое отдали нашему проводнику Коршанскому старости. Но как я не мог получить из устного ответа на мою настоятельную просьбу, то и потребовал, чтобы меня отправили водою, потому что, наверное, ожидал этим путем Г. посла. 1 сентября под вечер они прислали ко мне молодого парня с телегой и двумя лошадьми, чтобы я скорее ехал к Г. послу, я наскоро собрался, вечером же и уехал, и в 4 часа, сделав 8 миль, прибыл в деревню Меркуш, Миркаш. Два того же месяца остановился ночевать в деревне Чирини, Щирни, после 12 миль пути. Там мне надобно было опять объявить о себе. Когда же я сказал, что меня везет москвич, тотчас же велели ему ехать в объезд города и приставили кого-то другого к моей телеге. Но когда я миновал мост и с добрый переезд находился от крепости, меня остановили. С другой дороги привели ко мне москвича, и мне должно было отпустить его, так уж заведено у них. Сделав 4 мили, в полдень я приехал в Оршу. Там я встретил Г. посла и вручил ему письмо от смоленского воеводы такого содержания, чтобы Г. Посол приезжал на границу 12 числа того же месяца. Еще прежде, 31 августа, в бытность мою в Смоленске, Г. Оршанский староста и прочь позвал Г. Посла к себе в крепость в гости и прекрасно угощал. На Перу были также и некоторые из его служителей вместе с молодыми дворянами. 1 сентября ужинал у Г. посла князь Юрий Горский. 2 сентября вышеназванный князь подарил Г. послу 5 вазов сена, 2 бочки овса и бочку пива. В Орши мы пробыли до 10 сентября. 10 того же месяца Г. Посол отправил по реке Днепру большую лодку с некоторыми вещами в Смоленск, а мы поехали в трех колясках, девять телегах, с двумя вершниками и проводником, которого отрядил нам тамошний староста. Переправившись на пароме через Днепр, мы ехали 4 мили от Орши до Дубровны. Тут пристали у одного старика-жида, который оказался очень добрым к нам на ночлеге. 11 того же месяца кормили в Ивановце и Урн-Руиз, отъехавший 4 мили. Ночевали в Баеве, Биев, Баево, местечко на Эр, Мерейке, Горкинского уезда, после 3-х 1-2 мили пути. Это деревня на реке, называемой Мерейка, Маурер, дорога туда придурная. «Москвитяне хотели, чтобы мы подали знак Лаисунг, как приедем туда, и так, по требованию Ге». Посла пущено было ночью несколько ракет, сделано также много выстрелов, чтобы москвитяне лучше могли узнать о нашем приезде. После этой стрельбы утром 12 того же месяца приехал московский гонец-осведомица, прибыл ли Ге. Посол, и дал знать, что на границе нас ожидают. По окончании завтрака мы двинулись к московской границе, которая с малую милю пути от Баева. Там, по другую сторону моста на реке Мерейки, тотчас же приняли нас двое знатных бояр с 30-ю верховыми лошадьми и 20-ю подводами, каждая парой, на которые мы положили все наши вещи. Потом по настоящей дикой пустыне они провожали нас 6 миль до ночлега в дреной деревне Кутковой, Коткур, Кутково, деревня Краснинского уезда Смоленской губернии. Двое приставов, назначенных Г. послу, по имени Казарин Давыдович Бегичев, Каирзерин Даитёйц Бегишав и Иван Ипатович Зубов и Уан Инадойцв Зуба, которые при нашем приеме пышно одеты были в золотую парчу и в другие дорогие шелковые одежды. Как только мы доехали до границы и московской земли, все содержание для нас стало даровое, так что мы совсем не тратились. Ни на кушанье, ни на подводы, прдуаде так уж у них водится. Тринадцать того же месяца мы ехали в одну кормешку и на ночь остановились в Глухове, Лучноа, Глухово, деревне Краснинского уезда, в сорок верстах или восьми милях. В этой деревне Г. Посол подал приставам по их требованию список своих людей, которых всего было тридцать три лица, а пять следующих лиц, сын Геф-посла, Христофор Унрук, Геви Гейнрих Вальштейн, Ганс Рейхард Штейнбах и Раймунд Утман, вписаны были впереди придворных дворян Римско-императорского величества и потом считались за них же. Четырнадцать того же месяца мы отправились в Смоленск, но прежде чем доехали до города, за милю от него выехал к нам на встречу по приказанию великого князя тамошнего его да Игнатий Григорьевич Вильяминов Игнейдис Григрейцуэлрминау с большой пышностью из трехсот конников. Воевода одет был в дорогую золотую парчу, а конь его красовался в золотом хомуте. Многие из его служителей позначительнее тоже были в золотых парчевых, а другие в дорогих шелковых одеждах. Этот воевода принял Геф-посла от имени великого князя с такими обрядами, подъехав к коляской Геф-посла, он слез с лошади, а Геф-посол вышел из коляски, оба сняли шапки и подали друг другу руки. После того опять надели шапки, и воевода сказал Геф-послу следующее, сними свою шапку. У меня есть к тебе слово от великого князя. А Геф-посол отвечал ему, что у него есть слово от его христианского императора, так пусть воевода и снимет наперед шапку. Потом оба и сняли шапки. Тут воевода принял посла от имени великого князя. После такого приема он провожал нас всю дорогу до Смоленска. Это большой славный город и лежит на Днепре. Говорят, что в нем 200 церквей, при нем есть и крепость, очень высокая, только вся деревянная. Это самый знаменитый пограничный город на польской стороне. Но чтобы мы не могли иметь случаи видеть эту крепость, воевода велел нам перед самым городом переезжать Днепр с нашими приставами. Там стояло тысяч до четырех народа, которых удивлял наш приезд, да им и то казалось странно, что воевода поехал крепостью на своем выше помянутом коне и поджидал нас за городом, а мы с другой стороны реки должны были проезжать самую малую часть города. За городом воевода и люди его проехали с нами еще небольшое расстояние, а потом вернулись назад, и нас провожали только наши приставы до ночлега в Богдановке Багадер-Новэкалс в пятнадцати верстах от Смоленска. Эта деревня, лежащая на реке Касатни, Крсетээн, сделали трех мили. Четырнадцать того же месяца мы простояли там, и нас снабжали кушаньем и напитками сколько было нужно. Шестнадцатого сентября мы рано выехали оттуда и ехали в одну кормешку на ночлег до Пнева, Пинула, Пнева, деревня Духовщинского уезда близ Днепра, деревни, лежащей на реке Натрицы, Нетрис, тут первый ям, где нас опять снабдили свежими почтовыми лошадьми. Семнадцать того же месяца отправились из Пнева рано, и в две милях оттуда в другой раз переезжали Днепр на паромах, Прамин. При переправе впадает в эту реку другая, называемая Вопью, Уэкс. Дальше тоже ехали в одну кормешку до Дорогобужа, Дербуш, это город, лежащий на небольшом возвышении и весь деревянный, при нем крепость плохой постройки, и течет вышеназванная река Днепр, здесь второй ям, станция. Сделали десять миль. Восемнадцатого сентября ехали оттуда опять в одну кормешку до ночлега в городе Колпите, Колпита, это Колпита большая при речке Колпитки Дорогобужского уезда, где третий ям. Сделали шесть миль. Девятнадцать того же месяца ехали в одну же кормешку до ночлега в Вязьме, Фризнир. Это большой город, в котором много монастырей и церквей, но все они деревянные, лежит на реке, называемой Вязьма, Фризнир, тут четвертый ям. Сделали шесть миль. Двадцать того же месяца простояли там. Двадцать первого сентября ехали в одну кормешку до ночлега в Заборье, Сарсаурджер, село Заборье, Вяземского уезда, на Эр жижали и каковенки, деревни, лежащие на реке Коке, как, там пятый ям, ехали шесть миль. Двадцать второго сентября ехали в одну кормешку до ночлега в деревне Слободе, Слеюатр, вероятно, это Слеюатр, Слобода, деревня Гжатского уезда, в которой шестой ям, сделали восемь одна вторая мили. Тут взяли мы последних почтовых лошадей, которые везли нас до города Москвы. Эта деревня лежит близ города Можайска и довольно большая, в городе есть крепость и много церквей, но все строения деревянные, кроме одних монастырей и церквей, которые каменные. Город лежит при двух порядочных реках, одну называют Москва, а другую Можайка, Машискар. Когда г. Посол изъявил нашим приставам желание остановиться в городе, по случаю того, что ему несколько нездоровилось, они отказали в том, говоря, что не имеют на то никакого приказания от великого князя, к тому же это священный город, в котором у них есть святой, святитель Николай. Наши спросили одного из провожавших нас бояр, почему этот город считается священным. Он отвечал, что у них тут в крепостной церкви деревянный образ, пилт, их святого, святителя, Николая, которому не одни жители Можайска делают приношения, но и народ со всей страны ходит туда на богомолье и для жертвований, святителю, Николаю, да и сам великий князь каждый год жалует вклад всему святому. У кого заболит рука, нога или другой какой член тела, тот человек, как бы ни жил далеко, приходит в Можайск, прикасается к святителю Николаю и от того выздоравливает. Другой рассказал о своем Николае вот что, однажды великий князь велел принести его образ в город Москву, чтобы ему не ходить к нему всякий раз далеко, вот вечером и поставили образ в Москве, в одной церкви, а на другой день он опять стоял на своем месте, в крепостной церкви в Можайске. Сказывают также, что однажды в Можайске был пожар, и святой их Николай бежал от огня, сделал было уже добрую часть пути, когда они погнались за ним, догнали его и опять отнесли в крепостную церковь, где он находится и поныне. Они говорили много такого и подобного тому, святители Николая. Однако же это невозможное дело. 24 того же месяца мы ехали 8 миль в одну кормешку до деревни Кубинская, Кубниско, Кубинская, деревня Верейского уезда. 25-го ехали 7 миль в одну кормешку до деревни Мамонова, Мамонова, деревня в 17-ти верстах от Москвы, по Большой Смоленской дороге. 26-го остановились там. Немецкий переводчик, ливонец Георг Мейнерц, пришел к нам от великого князя и доложил, что на другой день нас введут в город Москву. 27-го мы выехали из Мамонова около полудня и, сделав трех мили, были уже в показанном месте, в городе Москве. Но перед тем, как нам въехать в Москву, невдалеке от этого города мы переправились сначала на пароме через реку Москву, довольно большую и судоходную, а на той стороне подвел к реке под конюшей великого князя 12 оседланных коней, на которых должны были въезжать Ге. Посол, его дворяне и некоторые из его прислуги. Лошади Геф-посла и сопровождающих его красовались в золотых ношейниках и в прекрасной сбруе. А как только мы взобрались в гору, там стоял князь по имени Семен Григорьевич, это Семен Григорьевич Звенигородский, наместник Брянский. Он ездил в 1589 году в Иверию принимать в подданство тамошнего царя Александра и вернулся оттуда в 1590 году с бесчисленным множеством конницы, в кои очень многие лошади были убраны в золотую парчу, в золоченые и серебряные ношейники. На князе, который принимал нас от имени великого князя, была золотая парчевая фересь с вышитыми по ней жемчугом какими-то изображениями. После приема нас провели через первую обводную стену города, деревянную и выстроенную только второй годы тому назад, а потом очень длинный дорогой в средний город, за другую стену крепкой каменной постройки до монастырского подворья, называемого Святой Троицы, где нас и поместили. Вышеназванный князь, принимавший нас от великого князя, вместе с другим, Андреем Михайловичем Насирока. Назначены были нам в приставы, да еще точа сжидали двух переводчиков, одного поляка, разумевшего также по латыни, и вышеупомянутого Георга Мейнерца. 28-го числа принесли от двора в наше помещение несколько серебряных блюд с серебряными чарками и кружками для употребления Ге-посла. Потом с великокняжеского двора отряжены были к нам трое московских поваров. Третьего числа выше назначенные приставы, переводчики и другие знатные бояре великого князя на тридцать слишком конях провожали Ге-посла для представления ко двору. Ге-посол ехал верхом со своими молодыми дворянами и несколькими служителями на восемнадцать лошадях, все из великокняжеской конюшни. Впереди него несли покрытые синий тофтой подарки его императорского величества, а перед ним дворецкий нес императорскую верующую грамоту, обернутую в желтую тофту. Следуют подарки. Подарки императорского величества были два искусно вырезанных из хрусталя сосуда для питья, один простой кубок, а другой в виде цапли, рейгр, т.е. райгер, цапля, но никак не «всадник», как у Ады Лунга. Если предположить, что у него был белее верный текст, чем у Вихмана, то как же сладить, хоть, например, с этим местом дальше, д.р. флугл у Эйлрдер теклою в демрейгервар. Неужели у всадника были крылья? Цапля – рыцарская птица, по ее отваге и силе, ее перья, очень красивые, всегда носились на шлемах рыцарей. В истории Средних веков это украшение встречается часто. Так в описании щеголеватого наряда герцога Бургундского, Филиппа, Убаранта, Хист. Дедок Ди Бауряк. Да и в челме персидского посла едва ли был воткнут «всадник», точка оба они оправлены в золото, а внизу у них были вырезаны четыре буквы «w.h.i.av». Смысл этих буф такой, «уихайли кист брудерскефт», то есть, как священно-братская дружба. Подарки Геф-посла были, большой позолоченный умывальник и таз прекрасной чеканной работы. Подарок сына Геф-посла был серебряный кубок, искусно раскрашенный красками в виде цветка синих колокольчиков, а Куилджер Вулгарис, с искусно же сделанной крышкой. Подарок дворецкого было длинное ружье с прикладом из черного рога с серебряным набором и с позолоченной пороховницей. Подарок Генриха Вальштейна был маленькая горная штуфа с золотую и серебряную рудою. Ганса Рейхарда Штейнбаха кубок, очень искусно выточенный из рыбьи и кости, Реймунда Утмана тоже кубок, искусно вырезанный из яшмы, с крышкой в золотой оправе и из такого же камня ложка, выложенная рубинами. Эти подарки несли следующие лица и в таком порядке служители дворецкого и Ганса Крамера, также и Соломон Петерески несли подарки четырех придворных дворян, подарки сына Г. Посланес Ганс Сигмунд Гаславский, а подарки Г. Посланесли Мельхиор Цыпфер и Герман Лейхтер, Ганс Крамер, Андрей Гартрумф и я несли посуду его императорского величества, составлявшую трех отдельные вещи, так как крылья цапли на крышке кубка были уложены особенно. Пока мы ехали в Кремль, везде стояло несколько тысяч людей, глядевших с удивлением на наше шествие. В самом Кремле и перед ним стояли по обеим сторонам московицкие стрелки в числе четыре тысячи с длинными ружьями. Для большей торжественности въезда там звонили по всем церквам в большие колокола. Когда мы в Кремле сошли с коней, нас приняли несколько знатных великокняжеских бояр, одетые в золотую парчу, и повели во дворец великого князя. На крыльце перед самыми великокняжескими покоями императорские и других лиц подарки были выложены на подушки, чтобы так и нести их к великому князю. После того, как это было сделано, нас повели через покой, где сидели великокняжеские бояре, все в прекрасных из золотой парчи платьях. Другой покой, куда ввели нас потом, была дворцовая палата великого князя, в которой он принимает представление, в ней стены и пол были устланы нарядными коврами. Кругом сидели только знатные бояре в золотых одеждах. На престоле, возвышенном на три ступени и украшенном сверху донизу золотом, жемчугом и драгоценными камнями, сидел великий князь в царском, кайсер-элишон, убранстве, на голове имел золотой венец, выложенный алмазами, притом очень большими, в руке держал золотой скипетр, тоже убранный золотыми камнями. Кафтан на нем был красный-бархатный, сплошь сшитый крупным жемчугом, на шее висело несколько дорогих камней, оправленных в золото и расположенных в виде цепи или ожерелья, бармы. На двух передних пальцах левой руки его было по большому золотому перстню со смарагдом. Впереди его на каждой стороне стояли двое благородных мальчиков с московицкими секирами в белых бархатных платьях, по которым крест-накрест висели золотые цепочки. Тут г. Посол сказал приветствие великому князю от римско-императорского величества и представил подарки от императора, а также и от других лиц. Потом великий князь велел его спросить через переводчика, здоровым ли оставил он его брата, христианского императора, и сказать, что он жалует его своим хлебом с солью. После того, как приветствия кончились, императорская верющая грамота была вручена г. Посол ничего больше уже не говорил, и нас отвели из великокняжеской палаты в казнохранительницу, где приняли от нас подарки его императорского величества и г. в посла, а потом наши приставы с переводчиками и другие знатные бояре проводили нас опять в наше помещение. Но прежде всего, еще не сказав приветствия, г. Посол с глубоким почтением подал руку великому князю. Хранитель печати пригласил сделать то же и сына г. посла. Вслед за ним и придворные дворяне подали руку великому князю. Когда мы после представления воротились опять на наше троицкое подворье, москвитяне между тем накрыли у нас столы и лавки прекрасными коврами для обеда или пира, которым великий князь пожаловал г. посла. Спустя полчаса потом приехал великокняжеский кравчий князь Андрей Андреевич Телетевский, вероятно, тот самый, что вместе с другими боярами сражался с самозванцем под Новгородом Северским, и тотчас же за ним прислано 150 кушаньев, все на серебряных блюдах, накрытых такими же блюдами. Кравчий велел подносить их одно за другим, потому что мы еще не садились за стол, и при каждом сказывал, что это за кушанье. Как только все они были поднесены и до послу по приказу Кравчева, этот вместе с послом и дворянами сел за стол, затем уселись и некоторые другие москвитяне, и тогда стали подавать кушанье и по порядку исправлять пир. Напитки, присланные великим князем для этого пира, были все разные, мед, мальвазия и вино. Пир продолжался до полуночи, а потом все разъехались по домам. 1 октября великий князь отправился в монастырь Святой Троицы, лежащий в 12 милях от Москвы. Мы спрашивали наших переводчиков, в каком числе обыкновенно выезжает великий князь. Они сказали, что в иное время, когда едет прогуляться за две или за трех мили, берет с собой два тысячи или трех тысячи верховых, а сколько теперь взял, они хорошенько не знают. 6 октября великий князь отправил посольство на шведскую границу, когда и шведский король послал тоже нескольких своих поверенных для переговоров о мире, заключенном два года назад, чтобы прежде, нежели пройдут эти второй года, заключить его на дальнейшее время. 7 числа великий князь охотился по возвращении из вышесказанного монастыря и убил до 65 лосей. 8 числа убил еще 56 лосей, а на другой день прислал со своим начальником охотников Эгер Местер Васильевичем семь больших лосей в подарок г. послу, один из них был с рогами о 22 ветках, не постигаю, почему Аделунг в своем критико-литературном обозрении путешественников по России в переводе г. Клеванова говорит, что этот зверь заключал в себе 22 конца, эндерн. Зверь с 22 концами представлял бы самое чудесное произведение природы. Вероятно, тут есть какая-нибудь ошибка. В подлиннике сказано так, «Дейрун-де-Райнер-Мид еиним гуевон 22 зэнкхен, тэйе в числе их один с рогами, гуай о 22 ветках или сучках, занке, да еще большого медведя, а сыну посла подарил тоже лося да черную лисицу, которую, по словам охотничего, великий князь поймал своими руками. Двоим их дворянам тоже подарены были великим князем два лося. 10 числа великий князь вернулся опять в Москву со своими придворными. 17 числа вышепомянутые приставы и переводчики на 27 конях провожали г. посла для представления Борису Федоровичу Годунову, Борис Уайдруиз Геудена. Это великокняжеский Шурин, тайный советник и самый большой боярин, в 1591 за отражение крымского хана Козыгирея Борис Годунов получил от Феодора титул «Слуги», знаменитие боярского, носимый в течение века только трехмя вельможами князем Семеном Риполовским за спасение младенца Иоанна Три от Шемяки князем Иваном Михайловичем Воротынским за ведрожскую победу и сыном его Михайлом за разбитие крымских царевичей на Донце и за взятие Казани. СМ и АГ Р Карамзина ТЭЭКС точка который в отсутствие великого князя правит всем государством. Геф-посол опять велел нести перед собой особенные подарки Борису Федоровичу Годунову в таком порядке. Сначала на серебряном блюде под синей тофтой Янесс прекрасную драгоценность это верблюд а на нем сидит араб у верблюда с каждой стороны висела по золотой корзиночке в которой для украшения вделано было несколько маленьких золотых монет. Вся драгоценность выложена прекрасными рубинами и алмазами и хоть она сама по себе была довольно значительна и годилась в подарок такому господину однако шприставы были бесстыжи и грубы по московской повадке подари ды посол еще золотую цепочку к драгоценности чтобы было на чем ее повесить. Посол исполнил их желание прибавил и золотую цепочку к драгоценности но они и тут не угомонились а требовали кроме того еще приложи ды еще золотое кольцо к ней тогда Борис Федорович одарит тебя знатно. После того г. Посол прибавил также и кольцо с сапфиром. Затем Мельхиор Цыпфер и Герман Лейхтер несли позолоченный рукомойник и кубок очень искусной работы покрытые желтой тофтой. Когда это наше шествие вступило в Кремль нас повели направо к жилищу вышепомянутого Бориса Федоровича. Это было очень обширное здание только все деревянное. Тут кто ехал на лошади сошел с нее а мы несшие подарки устроились за г. послом и пошли через два покоя где находились служители Бориса Федоровича одетые по их обычаю пышно. В три покоя в которые вошли мы находился Борис Федорович с несколькими боярами. Этот покой и по полу и кругом устлан был прекрасными коврами а на лавке на которой сидел Годунов лежала красная бархатная подушка. На нем было такое платье во-первых на голове высокая московская шапка с маленьким околышем из самых лучших бобров спереди у ней вшит был прекрасный большой алмаз а сверху его ширинка из жемчуга шириной в два пальца. Под этой шапкой носил он маленькую московскую шапочку вышитую прекрасными крупными жемчужинами а в промежутках у них вставлены драгоценные камни. Одет он был в длинный кафтан из золотой парчи с красными и зелеными бархатными цветами. Сверх этого кафтана найдет на нем еще другой покороче из красного с цветами бархата и белое атласное исподнее платье. У этого кафтана внизу и спереди везде и сверху около рукавов было прекрасное жемчужное шитье шириной в руку, на шее надето нарядное ожерелье и повешено крест-накрест превосходная золотая цепочка, пальцы обеих рук были в кольцах, большей частью с сапфирами. Как только вошел в покой г. Посол, этот Борис Федорович пошел к нему навстречу, принял его с большим уважением, с поклоном по московскому обычаю и подал ему руку. Тут г. Посол вручил ему верующую грамоту и поднес вышеупомянутые подарки. После того, как их представили и поднесли, Годунов велел взять их от нас своему служителю, потом сел на лавку, а г. Посол должен был сесть возле него на другую. Борис Федорович потребовал потом к себе придворных дворян, чтобы дворяне немного присели тут, но вскоре, по приказу Годунова через наших приставов, все перешли из этого покоя в другой. Г. Посол с польским переводчиком оставались час с четвертью одни с Борисом Федоровичем. В переднем покое сидели наши приставы и все мы. После совещания польский переводчик позвал нас опять туда, и Борис Федорович дал знать через него г. послу, чтобы он откушал у него хлеба-соли. Затем мы отправились в наше помещение. Когда пришли туда, были уже приготовлены столы, Годунов прислал г. послу сто кушаньев, все на серебряных блюдах, и разного рода напитков, меду, вина, также много кубков и серебряных кружек. Все эти кушания и напитки подносились г. послу в прежнем порядке, как и на великокняжеском обеде, и при каждом кушании или напитке было сказано его название. После того обедали до поздней ночи, а тут все разъехались по домам. 22 октября надо бы было опять провожать г. в посла на представление великому князю, но по случаю ненасти отложили это. При первом еще представлении г. посол просил, чтобы ему дозволили послать своего придворного дворянина с приветствием к персидскому послу и для переговоров о некоторых других делах. Это бы следовало сделать сегодня же, так как представление великому князю отложено, но тоже по случаю ненасти отсрочили до другого дня. 23 числа г. Посол отправил к персидскому посольству своего дворецкого Христофора Унруга с следующими лицами Гансом Крамером, Мельхиором Цепфером, Фредрихом Крейшельвицем, Стефаном Гейсом, Германом Лейфтером, Юрием Лёбом и послал ему в подарок два длинные ружья с очень красивой насечкой и маленькие часы с боем, с репетицией. Дворецкий ехал один между нашим немецким переводчиком и персидским приставом. Когда мы прибыли на подворье персиянина, на крыльце стояли его дворяне, которые и приняли дворецкого. Потом повели они нас в комнату, в которой пол и лавки были устланы превосходными коврами, в ней находились его служители в пышной одежде, а частью и его дворяне в золотых персидских кафтанах с изображениями и в больших повязках, челмах, как у турок. Тут приняли дворецкого знатные дворяне персидского посла и отвели всех нас в другую комнату, тоже убранную коврами, в ней был персидский посол, который при самом нашем входе принял дворецкого, однако же они не подавали друг другу руки, а взялись за руки по персидскому обычаю. Этот персидский посол по имени Ази Хозрев Рчизауау, так назван он в Иуге Р. Карамзина, был родом Литвин, в молодости отведенный в плен в Персию и потом достигший там таких высоких почестей. На нем было платье из серебряной, а сверху длинный кафтан из золотой парчи, по которой вытканы цветы разными шелками, на голове носил он прекрасную белую повязку по персидскому обычаю с золотой пуговкой спереди и с трубочкой, в которую воткнут пучок прекрасных перьев черной цапли, руки у него были желтые, как шафран, и на обоих мизинцы каждый надето серебряное, очень плохой работы, колечко, на котором что-то такое вырезано. Тут дворецкий сказал ему приветствие от гев посла, а потом персидский посол спросил его через переводчика, что если ему надобно еще что-нибудь поговорить с ним наедине, то пусть другие выйдут. Все мы вышли в передний покой, где и пробыли с полчаса, а после их разговора нас опять привели туда. Дворецкий сидел возле посла, а мы все стояли там. Посол велел принести в семи серебряных чашах превосходного меду, который и подавал каждому из нас из своих рук. Это повторялось три раза к ряду, в каждый раз мед был другой. Однако же чары и мед доставлены были от московского двора. Посол встал на колени перед дворецким, держа у себя над головой серебряную чашу с лакомствами. Нам тоже подавали лакомства в такой же чаше. После того посол подарил дворецкому персидский кафтан из золотой парчи, весь в изображениях, шелком, и вместе с тем уведомил, что он сейчас же отправит к г. послу для переговоров своего знатнейшего дворянина, данного ему государем его в качестве посольского товарища во всех тайных делах. Дворецкий после того распростился с ним, и мы опять отправились в наше помещение. Только что мы воротились туда, как персидский посол прислал выше помянутого дворянина по имени Полятбега, звездочка, звездочка, он прибыл с другими шестью лицами своих, шедшими впереди его, из коих трое несли подарки, состоявшие в два золотых парчах, каждая в девять аршин, с разными изображениями людей и зверей, как они выделываются и ткутся в персидской земле, да еще персидский кафтан из золотой же парчи и с такими же изображениями. Сейчас этот знатный дворянин пробыл у Г. посла наедине, только с мы почивали этих гостей так же, как и они нас, да кроме того прислали от московского двора в наше помещение меда трех родов и чары. Г. посол подарил персидскому дворянину, собственно для него, прекрасное длинное ружье. Потом все распростились и расстались друг с другом по своему обычаю. 24-го провожали Г. посла опять на представление к великому князю на 30 конях, которых привел ему от двора выше и ехали ко двору для представления из среднего города, выше помянутые стрельцы опять были выстроены по обеим сторонам до Кремля и так же, как и в первый раз, провели нас в великокняжеский дворец, так же сидели в комнатах бояре, как и в первое представление, все в золотых одеждах, и комната была устлана, как и прежде, коврами по полу. Великий князь сидел по-прежнему на выше помянутом царском престоле в венце и со скипетром, только кафтан был на нем другой с синофиолетовыми бархатными цветами сзади и спереди вышитый прекрасным крупным жемчугом, шириной в руку, так же и выложен драгоценными каменями, возле его престола возвышался на два оршина от пола красивый столб с прекрасной резьбой и золотом. При этом представление, после того, как г. посол изложил все свои дела письменно, да еще и словесно Борису Федоровичу Годунову, речь его состояла в изъявлении благодарности его державнейшей светлости за разные милости, за обед, присылку лосей, за то доброе распоряжение, по которому он имел возможность представиться Борису Федоровичу, о чем всем он донесет с великою похвалою своему всемилостивейшему римскому императору. После этой речи великий князь велел ему сесть, подозвал к себе своего хранителя печати, пошептался с ним, и потом хранитель печати опять подошел к гэф-послу и велел ему сказать, через переводчика, что великий князь прочел грамоту христианского императора и прочь, своего любезного брата, и велел вручить ему также свою грамоту к вышесказанному государю, любезному его брату. А что еще имеет предложить посол, и чего еще желает император, это он узнал и очень хорошо выразумил от своего Шурина, Бориса Федоровича, почему и отредил для совещаний с послом следующих пятерых лиц, один, Федора Никитиша Романова, Уайдар Мичкруиз Рамарнаур, наместника Псковского, который особенный приятель великого князя, потому что рожден от брата, а великий князь от сестры, два, князя Ивана Васильевича Сицкого, Иоанн Уасрлоис Сицки, наместника Нижегородского, три, Андрея Яковлевича Щелкалова. Андреас Джекоблоис Шзолкран, великого хранителя печати, четыре, Василия Яковлевича Щелкалова, Басилирс Джекоблоис Шзолкран, дьяка Великой Пермии, пять, Елиазара Вылузгина, Илая Изервилла Скинлын, это, вероятно, тот Вылузгин, что был с шуйским наследствием по делу об убиении Дмитрия Царевича, точка, дьяка Московского и великого княжества Новогородского. А по совещании с ними, как скоро дела будут покончены, его тотчас же и отпустят. Потом нас отвели из великокняжеской палаты в комнату совета, в которой, так же, как и в передней комнате, на лавках были посланы прекрасные ковры. Вскоре пришли туда и отряженные великим князем лица, в очень пышном наряде, все пятеро были в превосходных золотых кафтанах, в ожерельях, вышитых жемчугом, с белыми московскими шапочками в руках, которые тоже были вышиты жемчугом, шириной в руку, между шитьем вставлено несколько драгоценных камней. Как только вошли эти пять лиц в комнату совета, г. Посол подал им руку, когда же все вместе уселись на лавку, придворные дворяне, бывшие с послом, по желанию советников, подошли и подали им руки. После того наши приставы отвели нас в передний покой, а в комнате совета г. Посол и немецкий переводчик оставались до двух часов одни с этими пятью лицами. Когда совещание кончилось, нас опять ввели в комнату совета, а пять советников тотчас же вышли к великому князю. После того принесены были двенадцать чар из чистого золота с превосходным медом и поданной г. послу и дворянам, а служителям другие чары. Это повторялось три раза сряду, и каждый раз мед был другой, потом мы воротились в наше помещение. Двадцать шестого октября персидское посольство опять отправилось из Москвы в Персию. Тридцатого пришел к г. послу наш пристав с уведомлением, что в продолжении двух дней прибудет турецкое посольство. Тридцать первого турецкое посольство прибыло в город Москву в числе двенадцати лиц. Второго ноября наши приставы и переводчики в трех раз провожали нашего посла к великому князю на тридцать шесть конях. Множество стрельцов с ружьями опять было выстроено по обеим сторонам, а в Кремле происходило все то же, что и при двух других представлениях. Седьмого ноября посла нашего в четвертый раз возили для представления великому князю, в Кремле, в покоях и в других местах происходило все то же, что и прежде. На великом князе был бархатный и сине-фиолетовый кафтан с цветами. Девятого того же месяца г. Посол в пять раз был потребован на представление к великому князю. Шествие было в том же порядке, как и прежде. На великом князе был желтый бархатный кафтан, шириной в руку вышитый жемчугом и прочь великий князь позвал к себе хранителя печати, тихо поговорился. Ним, и потом хранитель печати подошел к г. в послу и велел ему сказать, через переводчика, что так как он подал ему грамоту от римского императора Рудольфа и прочь, любезного брата его, державнейшего государя-царя, то и он отправляет его с такой же грамотой к его императорскому величеству, и с этими словами вручил ему большую грамоту, и приказал еще прибавить через переводчика, что державнейший государь-царь, его всемилостивейший повелитель, кайзер, и великий князь, поручает послу сказать римскому. Императору, как своему любезному государю-брату, поклон от него и всякое доброе слово, желает ему при том счастья и благоденствия, благополучного царствования и победоносного одоления всех его врагов. Как только это было высказано, посол поклонился великому князю, который подозвал к себе переводчика, а этот, подошедший к г. послу, доложил ему, что великий князь просит его с дворянами и другими служителями на вечерний стол к себе. Когда это перевели послу, он и мы все поклонились великому князю с глубочайшим почтением. Тут проводили нас в комнату совета, где и оставались мы с приставами и переводчиками с добрые полчаса. Потом пришел другой переводчик и доложил, что б. г. посол шел к столу со своими людьми. Наши оба пристава, поставившие между собой посла, повели его в покой, где следовало быть столу, за ним пошли и мы все, и сначала приведены были в комнату, где кругом по стенам стояли длинные столы, сделанные с тремя высокими ступеньками, как обыкновенно бывает у поставцов. Все это было уставлено бесчисленными серебряными и золотыми кубками, так что и изобразить нельзя, а в Германии, пожалуй, что и не поверили бы. На низших ступеньках стояли бесчисленные большие блюда и стопы из хорошего золота, также и серебряный лев в его природной величине несколько серебряных таких больших братин и чаш, что одному не впору было и совладать с ними, не то что употреблять их в качестве посуды для питья, все это было выставлено, чтобы показать нам великие сокровища и богатства. Вообще всего было вдоволь, кроме только одних тарелок, потому что у москвитян, да и у самого великого князя, они совсем не в употреблении. В этом покое стояло несколько лиц, которые смотрели за серебром, это еще передняя комната, а потом только привели нас в другую, где быть столу, она четвероугольная, почти до семидесяти сажен в окружности, вверху и по стенам расписано и много украшено серебром и золотом, внизу на полу вымощено белым камнем с очень искусной резьбой. Посредине комнаты стоял толстый каменный столб или колонна, на которой лежал весь свод, кругом его, на несколько ступеней возвышался устроенный поставец, на котором находилась разная серебряная и вызолоченная посуда. Вокруг эта комната поднималась на две ступени выше от остального пола и имела с трех сторон четыре большие окна. В ней сидел великий князь на высоком седалище, вделанном в стену и сплошь вызолоченном, за столом, который был на ступень выше других столов, великий князь одет был в кафтан из серебряной парчи, обшитый вокруг золотом, голову покрывала золотая московитянская шапочка, выложенная драгоценными каменями жемчугом, тем же украшался и воротник, а жерелье около шеи. На двух передних пальцах правой руки было по большому сморокдовому перстню. Другие столы по стенам занимали его князья, знатные советники и те бояре, которые сидели в своих ничем не покрытых белых овчинных шубах шаурек, шаурек тоже, что шефюрк, овечий мех, овчина, а не шанрк. Сэме Ады Лунга, критика литерат. Обоза Путешественников в Россию с бобровой выпушкой и черных лисьих шапках. Когда мы вошли в этот покой, и отдали почтение великому князю, г. Посол тотчас же посажен был за выше названный стол налево от великого князя, за ним, на другой стороне стола, сели его сын и дворецкий, потом князь Андрей Дмитриевич Хилков, Андер Дмитру из Джилкаф и оба пристава, а тут и мы все. Только что уселись за стол, вошел маршалок, старик, а за ним шли по два в ряд, взявшись за руки, пятидесяти тезнатных бояр, в качестве стольников, все они проходили мимо стола великого князя, представились ему и сейчас же вышли из комнаты. После того подали ему кушанье, а он между тем прислал послу кусок белого хлеба со своего стола и из своих рук, в знак пожалования. Такие же куски поданы были и нам всем, с извещением, что нас тем жалует великий князь. Только князь из особенной милости прислал послу кушанье с своего стола, также и каждому из придворных и приставов. Потом стольники, все в золотых кафтанах, а иные и в золотых цепочках крест-накрест, подали и на наш стол кушанье, все в золотых блюдах. Еще прежде того великий князь велел поднести ге. Послу в знак милости превосходного вина в чарке из чистого золота, усаженной дорогими каменями, также и каждому из сидевших за столом, все в золотых же чарках. Такая честь и жалование повторялись много раз за обедом, и каждый раз напитки были разные, но все же в золотых чарках, а чара, из которой пил ге. Посол была усажена большими алмазами. У стола великого князя, на самой нижней ступени, стояло до 15 титилиц, служивших ему за обедом. Перед столом двое подавали ему все напитки и кушанье, которые также и разрезывали. В продолжение пира наступил вечер, так что надобно было зажечь четыре серебряных паникодила, висевших вверху, из которых большое, напротив великого князя, было о 12 титисвечах, три другие о четвертых. Все свечи были восковые, около поставца, с обеих сторон его, стояли 18 титимягкий знак человек, тоже с большими восковыми свечами, все это горело, как должно, и в комнате было очень светло. На наш стол тоже подали 6 титимягкий знак больших восковых свеч, а подсвечники были ешмовые и хрустальные в серебряной оправе. В то же самое время великокняжеский кравчий позвал г. в посла к великому князю, который, в знак особенной милости, подал ему из своих рук маленькую золотую чару, осыпанную дорогими каменьями, с превосходным напитком. Потом г. Посол сел опять, а на наш стол поданы были три большие золотые братины, украшенные дорогими каменьями, самое лучшее из них подано г. в послу, а другие две придворным, чтобы они пили из них вкруговую. Эти две чаши были такие большие, что одному едва было под силу поднести их к рту. Между тем, как пили вкруговую, опять вошел в комнату маршалок и стольники, по двое в ряд, и стали перед столом великого князя, который и начал тогда жаловать их. На большом золотом блюде у него были маленькие пряженцы, креп рлайн, не куски кушенья, а пряженцы или пышки, так у геты. Геген правописание этого слова различно, крейпы эферл, крэпрл, крэпрл, креппел, но значение одно и то же. Айн арт гибик мит фурнг, сказано в словаре Зандерса точка, каждому из стольников он и давал своей рукой по одному пряженцу. По их обычаю подача из рук великого князя считалась такой высочайшую милостью, как будто Бог посылает им в награду с неба что-нибудь особенное. При этом торжественном пире музыка не играла, потому что это у них не в обычае. Но зато звонили в несказанное множество колоколов с кремлевских церквей, и этот звон раздавался по всей комнате. Лишь только милостивые подачи были розданы, кушанье со столов сняли, г. Посол встал из-за стола, потом и мы также. Тогда великий князь потребовал к себе посла, и подал ему из своих рук в другой раз золотую чару с дорогим медом. По его же требованию должны были подойти к нему и пятеро придворных, сын г. посла, дворецкий, г. фон Вальштейн, Штейнбах и Утман, и получили каждый из его рук по золотой чаре с медом. Они делали это с таким уважением, что, приняв от него и выпивши чару, целовали у него руку. Когда чары были выпиты, он подозвал опять к себе г. в посла, чтобы подать ему руку, и простился с ним. Вслед за послом подошли придворные дворяне, чтобы тоже подать ему свои и поцеловать его руку. После того приставы вышли с г. послом из комнаты, и мы поехали опять в наше помещение. На лестнице во дворце, когда мы спускались на двор, зажжены были большие плошки, посреди двора горели два большие огня. Когда же мы ехали домой, уже около десяти часов вечера, стрельцы, с длинными ружьями, все еще были выстроены по обеим сторонам, шестеро москвитян, шедшие впереди лошадей, несли большие фонари со свечами, а перед г. Послом шли шестнадцати т. мягкий знак москвитян с факелами и провожали нас до нашего помещения. Как только мы приехали туда, от двора привезен был на трех телегах мед, и приехал с своими служителями и вышеназванный князь, сидевший за столом вместе с г. Послом и доложил ему, что прислан державнейшим его государем и царем повеселиться с ним. Г. Посол принял его очень приветливо, сел за стол вместе с приставами и придворными дворянами, также и бояре-князя, и все веселились, по их обычаю, до самой полуночи, а потом князь с боярами отправились опять домой. Г. Посол подарил ему прекрасное кольцо и переводчиков, сколько, примерно, было во дворце золотых блюд и чар. Они отвечали, что на всех вообще столах было их до тысячи. 16 ноября, вечером, между пятью и шестью часом, приезжал на санях Г. Послу великий хранитель печати, имея с собой до двадцати служителей, которые все были хорошо одеты, а на санях у него лежал очень красивый большой медвежий мех, полость. Около вторых часов они пробыли с Г. послом совершенно одни, совещаясь друг с другом о разных тайных делах, а после разговора подавали Г. хранителю печати в нескольких различных чарах мед и разные лакомства. Потом он простился с послом и уехал домой. 20 числа дьяк из казенного приказа Иван Мыслов привез от великого князя Г. Послу и придворным дворянам подарки, покрытые одни синим, а другие красным сукном, а несли их 34 москвитянина. Г. послу подарены трех ри сорока соболей, пяти ты мягкий знак сороков куниц, да еще москвитянская шуба на сером меху. Сыну Г. посла подарены один сорок соболей и один сорок куниц, а подарок его отдан ему назад. Дворецкому и другим дворянам, каждому по одному сороку соболей и сороку куниц, но, вместе с тем возвращены были пяти те дворянам те. Подарки, что поднесли они великому князю, и при том дано знать, чтобы они не были вне удовольствия на то, это сделано не потому, что великий князь гнушался их подарками, но у них такой уж обычай, чтобы из императорского посольства не оставлять у себя ни от кого подарков, кроме как от самого посла. 12 декабря Г. Посол получил от двора свой отпуск, знатный великокняжеский боярин по имени Афанасий Власев Авинрсай Уас, прислан был к послу от великого князя и вручил ему, во-первых, три одобрительные, рекомендательные грамоты. Одну к папе, другую к королю испанскому, третью к его императорскому величеству. В них были письменно переданы все тайные дела, о которых рассуждали и толковали, и, наконец, особенную верующую грамоту к его императорскому величеству, но зато потребована назад прежняя, данная г. Послу при последнем представлении и взята ко двору. Борис Федорович тоже вручил г. в послу, через вышезначенного боярина, свое письмо к императору. Точас же после него пришел великокняжеский казначей, Василий Дуков, уасилия Удакау, и представил от великого князя те подарки, которые посол должен вручить его императорскому величеству, один сорок прекрасных соболей, персидский кафтан из серебряной и золотой парчи, на котором вытканы были разноцветными шелками разные изображения, с испода он подбит был разноцветную персидскую шелковую тканью и прочь. При этом казначей уведомил от имени великого князя, что кафтан тот персидского царя. После представления подарков посол подарил казначею позолоченный кубок. 14 декабря Борис Федорович прислал Гэв послу в подарок следующие вещи два сорока прекрасных соболей, московский кафтан из золотой парчи, с вытканными на нем разноцветным шелком изображениями, кусок атласа, вытканный по персидскому образцу разноцветным шелком и петит и мягкий знак прекрасных лосей. После этого представления подарков Гэв посол подарил доставителю их, дворецкому Бориса Федоровича Михаилу Козову Косов прекрасный золотой кубок. Спустя немного времени этот дворецкий опять пришел к Гэв послу и доставил ему еще от Бориса Федоровича живую черную лисицу и кубок и принес назад тот кубок, что Годунов получил от Гэв посла с уведомлением, что такой подарок слишком великолепен для него, будет с него и попроще. 15 декабря казначей Васильев Туркан прислал в подарок Гэв послу тоже прекрасную черную лисицу и лося, за что Гэв посол подарил его сыну, подававшему эти дары, кольцо со смарагдом. 17 числа великий хранитель печати подарил Гэв послу следующие вещи, черную лисицу, двух живых соболей, белый медвежий мех в шестит и мягкий знак футов длины, вместе с тем подарил ему из ясного на дорогу, вяленые семги, белуги, также хорошего меду и водки. 18 числа Борис Федорович прислал его императорскому величеству в подарок персидский тарч, существовал еще особого рода щит с железную рукавицей, к которой было приделано длинное острее, вроде штыка. Щит этот надевался на левую руку, для облегчения тяжести, привязывался шнурами к туловищу ратника, который мог свободно видеть нападающих сквозь небольшое отверстие в верхней части. Название этого тяжелого и неудобного оружия было тарч. Надобно полагать, что тарч употребляли только при обороне городов или крепостей, но отнюдь не в поле. Вот что собственно называлось тарчем, но вероятно так называли у нас и простой щит с отверстием в верхней части его. Такой и послан был Годуновым в подарок Рудольфу Дваму. Семе и Старич Опис Вооружение Рос Войск Ч1 Стр-58 Рисунок этого неудобного оружия, также и наручий, приложен к этому дневнику. Слово тарч старинное, употребительное в чешском, польском и славинском и перешедшее к славянам, вероятно, от немцев СЛ. ДВН Зарге, Круг, Франц, Тардж, АУБ, и наручи для стрельбы из лука из дамасской стали с золотыми разводами, выложенный множеством бирюзы и мелкими рубинами. Эрцгерцогу Максимилиану и прочь подарил кольцо для стрельбы из лука, вырезанное из цельного камня превосходных свойств и называемого нефрудий. В особенности же на этом кольце было 18-ти мягкий знак рубиновых пластинок, искусно оправленных в золото, также нож из дамасской стали, с каменную рукоятью и в золотых ножнах, в которых вставлено 122 прекрасных бирюзы и слишком 20 мелких рубинов. Через час после представления этих подарков мы выехали из города Москвы на 14-ти санях и отправились домов. Андрей Михайлович, бывший в Москве нашим приставом, вместе с немецким переводчиком Юрием Ольным, назначены были проводить нас из страны, а другой пристав, князь Семен, проводил нас со множеством всадников до Московской речки, Москвы. В тот же день мы доехали до Мамонова, Моминаур, сделав 15-ти мягкий знак верст или трех мили. 28-го числа мы прибыли в город Смоленск, воевода примел нас со множеством всадников и проводил в город, впрочем, ближнюю дорогою, через крепость, а г. послу отвел помещение в доме священника. Краткий очерк в рейсповедании нравов и обычаев москвитян и состояние города Москвы. В делах веры они, москвитяне, почти сходствуют с греками, священники их женатые, они почитают образы в своих церквах, крестят детей во имя Святой Троицы и освящают воду для каждого младенца особенно. В городах по церквам и монастырям у них много звонят, особенно в городе Москве, где, говорят они, до 1500 церквей и монастырей, в коих до 10,000 монахов, там нельзя и сказать, сколько бывает звона, однако звонят другим образом, нежели у нас. Их церкви низкой постройки очень красивы, с красными башенками, возле них обыкновенно отдельное строение, где висят их колокола, которые, впрочем, неподвижны, но к языкам у них привязывается веревка, притом всегда каждый колокол больше другого и соблюдается особенная равномерность, тект, при звоне. После звона приходит в церковь священник с церковнослужителем, ставит у алтаря свечи и служит свою обедню, лесенер месяц, народ, стоящий внутри и вне церкви, возлагает на свои чело и перси крестное знамение, восклицая с глубоким вздохом, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, да еще что-нибудь, что кто заучит, это общая их молитва. Очень аж, знают там очень немногие. Принимают причастие господа Иисуса под обоими видами. Никто из них не кропит себя сам святую водою, потому что кропит их священник. У них много разных постов в году. Женщины не в большом уважении, и ни одна не считается за честную, они сидят все дома и редко дают себя видеть. В торговых делах москвитяне самый плутоватый и хитрый народ. С чужеземца запрашивают за товар втрое и божатся своими святыми, что самим стоит столько же, а все же отдают его за половину, даже за третью часть этой цены при продаже. Священники женаты, однако же никому не дозволено по смерти первой жены брать другую, если только хочет остаться в священническом сане, когда же он опять женится, то должен поступить в мирское звание и в нем добывать себе содержание. Окрещение и прочь. Если бы привелось крещенным христианам переходить в их веру, они должны дозволить им опять крестить себя, так как москвитяне сомневаются, истинно ли наше крещение, то тот бедный грешник, который дает крестить себя, должен отречься от принятого им крещения и снова креститься. При крещении детей три раза погружают их в воду, хотя они и ведают, что пленные христиане в краю у них крестят детей по нашему обряду, но не считают это крещение правильным. Осуждают также и причастие у пленных христиан из-за того, что они дают пресный хлеб вместо тела Христова, меж тем, как сами употребляют кислый. Впрочем, приобщают под обоими видами. На исповеди каждый грешник должен откровенно признаваться во всех своих грехах, не скрывать от священника даже и злых помыслов. При браках у них тоже соблюдается странный образ действий, лица, вступающие в брак, до его совершения и обручения, не сходятся вместе, чтобы увидеть друг друга, но все улаживается и делается по большей части через приятелей жениха, если они находят, что можно постараться об этом и невеста им нравится, то должна нравиться и жениху. После довольно долгих переговоров, ее наконец выдают и справляют свадьбу. Но и в день свадьбы жениху все же не удается видеть невесту в лицо до другого дня, после возлежания и совершения брака, и хоть бы он тогда и раскаялся в покупке, это немало не поможет, потому что пили уже литки. Когда случится у них большой праздник, они проводят его со многими обычаями и церковными обрядами. По исполнении обрядов и обычаев справляют праздник объедением и пьянством, однако кроме праздничного времени, этого никогда не бывает явно, и опьянение считается гнусным состоянием. Такое пьянство по праздникам продолжается целые восемь дней. Если праздник еще не так свят и велик, то, рано исправив свои обряды в церквах, они открывают потом свои лавки и торгуют. О городе Москве О Пасхе, что не есть там народу, старые и молодые, все дают попам в это священное время по яйцу и звонят себе сколько душе угодно в церковные колокола, которых там многие тысячи, это считается у них за особенное богослужение. Москва прекрасный и большой главный город в Московии, лежащий на ровной плоскости, в котором имеет свое местопребывание великий князь и Это сильный город, куда приезжают в большом числе туземные и иностранные купцы из очень дальних краев, из Турции, Татарии, Персии, Туркмении, Сиареощен, Кабардинской, Грузинской, Сибирской, Черкасской и других земель, и ведут большую торговлю многими превосходными товарами, соболями, куницами и разными мехами, также воском, льном, салом и другими товарами, которые в великом множестве привозятся в удобное время года. Этот город разделяется на четырех главные части, в одну внешний город, обнесенный совершенно деревянную стеною в три добрых сажения толщины и украшен множеством деревянных башен, что придает ему издали величавый и красивый вид, в нем все ворота совершенно одинаковые постройки, большие и красивые, и все с трехконечными башнями, эта стена выстроена около двух лет назад, по известию некоторых жителей, имеет 30 верст в окружности, что составляет шесть немецких миль пути. По этому городу текут три речки, из которых самая большая Москва, и от нее вся страна получает название. Другая река почти такой величины называется Неглинная, Негило, а третья Яуза, часа во внешнем городе эти последние речки впадают в реку Москву. В этой первой деревянной стене лежит другой город, обнесенный каменную стеною, белонабело выщикатуренную и украшенную множеством башен и зубцов, жители зовут эту часть города Царьград, Зараград, то же, что по нашему названию Хойеникстад. В этом городе Царьграде лежит еще особенный город, тоже обведенный особенную каменную стеною, с башнями и сухим рвом, и называется Китайгород, Китайгород тут славная площадь и большая торговля, до ста слишком лавок и лавочек, в которых можно получать различные товары. В этом же городе перед Кремлем находится красивая Московская церковь, превосходное здание, и называется Иерусалимом, церковь Василия Блаженного или собор Покровский, что на рву точка. В нем же и замок великого князя, тоже обведенный сухим рвом и крепкую стеною, очень величественный, хорошо выстроенный и украшенный множеством башен. Много также круглых башен на церквах, вызолоченных хорошим золотом, должно быть с большими издержками, и издали это делает великолепный вид. Замок весь каменный, обширен в окружности и имеет много значительных церквей. В числе их церковь, называемая на их языке Благовещение Блаучин, Т.Е. Мария Верхандигунг, с девятью позолоченными башнями, и крыша, добрым золотом, туда обыкновенно ходит великий князь отправлять свое богослужение. Еще о городе Москве. В этих различных городах много рогаток на улицах, которые в ночное время запираются, но ворота в городской стене остаются не заперты. Дома в городе все деревянные. У бояр очень обширные дворы, на которых они имеют свои жилища, есть также много епископских и поповских дворов, при коих всегда обыкновенна церковь, так что, по их известиям, в городе Москве до 1500 церквей. Даже иные богатые купцы и бояре строят церкви, в которых и исправляют свои обряды, как у них положено. Сколько ежедневно выдавалось на кухню для кушания в послу Николаю Варкачу в Москве и его придворным? Всего 33 лицам. Был он в московской земле 16 недель, 3 вола, каждый день по 3 барана, по 15 куриц, по 1 гусю, по 2 утки, по сотне яиц, по 5 фунтов масла и меду, по 10 лосей. Всего же всякого съестного, 48 волов, 336 баранов, 1680 куриц, 112 гусей, 224 утки, 11 200 яиц, 336 фунтов масла, 10 лосей. Пера Шемякина. Из труда описания путешествия в Москву Николая Варкача, посла римского императора с 22 июля 1593 года слэш-слэш Штение Императорского общества истории и древностей российских. Номер 4 М 1874 Редактор субтитров Корректор А.